Всем привет! Сравнение смартфонов Xiaomi Mi 8 Pro и Apple iPhone 8. Со стоимостью и наличью можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить их стоимость. Теперь давайте о внешнем виде. Xiaomi в титаническо-прозрачном цвете, сзади мы видим муляж его внутренностей, то есть вот так вот все примерно там и находится, процессор, батарейка и другие микросхемы. iPhone 8 в silver цвете. На передней части у Xiaomi дисплей, безрамочный дисплей диагональю 6,21 дюйма, датчики, фронтальная камера и разговорный динамик. Слева слот, справа кнопка включения кнопки игровки громкости, сверху дополнительный микрофон, снизу порт USB Type-C, динамик и микрофон. Сзади двойная камера LED-спышка. iPhone 8. Устройство сделано из стекла и металла, что то, что то. Сзади закаленное стекло и металлические окантовки. Меньше по габаритам iPhone, но и дисплей у него тоже значительно меньше. 4,7 дюйма. Тут чуть-чуть другое соотношение сторон, но все равно дисплей у него значительно меньше. На передней части, кроме дисплея 4,7 дюйма, находится кнопка для управления, которая также служит датчиком отпечатка пальцев. У Xiaomi датчик отпечатка пальцев в экране встроен. Тут разговорный динамик, фронтальная камера и датчики приближения освещения. На левой грани кнопки громкости и ползунок для перехода в беззвучный режим. Справа кнопка включения и слот для одной наносим карточки. Xiaomi на две наносим карточки. Сверху нет ничего, снизу порт, лайтинг, динамики, микрофон. Сравниваем смартфоны по габаритам. iPhone чуть тоньше. И вот смотрим снизу. Залапывается, конечно, задняя часть у Xiaomi. На белом цвете iPhone это не так заметно. Тут это заметно. И теперь давайте включим устройство, сделаем это одновременно, посмотрим, кто загрузится быстрее. Кнопки зажат одновременно, но отклик раньше на Xiaomi. iPhone загрузился быстрее. И Xiaomi догоняет. Что ж, по дисплеям. У Xiaomi дисплея 6 21 сотая дюйма, 2248 на 1080 точек. Это Super AMOLED дисплей против IPS дисплея iPhone 4 7 дюйма, 1334 на 750 точек. По плотности пикселей Xiaomi лучше. Ну и сам дисплей у него большего разрешения. Переходим. Сейчас только настроим яркость. Максимальную сделаем на Xiaomi. Так, экран, яркость, автояркость. Отключаем и делаем максимальную яркость. Вот на iPhone почти максимальная. Переходим в синтетический тест Geekbench 4. Посмотрим на результаты тестов процессоров. Запустим их. Перед этим давайте поговорим об этих процессорах. Тут Qualcomm Snapdragon 845, который работает на тактовой части 2.8 и 1.7 ГГц. Это 8-ядерный процессор 4 плюс 4 ядра. Оперативная память и устройство 8 ГБ. Встроенный 128 ГБ. Видеоускоритель Adreno 630. У iPhone оперативной памяти 2 ГБ. Встроенный 64 ГБ. Процессор Apple A11 Bionic, который работает на тактовой частоте 2.4 ГГц. Это 6-ядерный процессор 4 плюс 2. Запустим тесты процессоров. И увидите уже результат. Теперь посмотрим еще на примере Antutu Benchmark. Вот на iPhone мы уже видим результат 225 тысяч. На Mi 8 Pro запускаем тест. Также скажу о операционной системе, которая сейчас установлена. Тут установлен Android 8.1.0 против iOS 12.2.4. Ну, ждем результат теста на Xiaomi. И увидите, за результат загрузки я пропущу. Результат теста в Antutu Benchmark. Тут видим Xiaomi мощнее. Почти на... Ну, это чуть ниже, чем средний результат по 8-м iPhone. iPhone 8 в среднем набирает 130 тысяч. Видим на более чем на 50 тысяч мощнее в этом тесте Mi 8 Pro. Вот интересно, на каком месте в рейтинге. Но тут рейтинг только среди Android смартфонов. Тут только среди iPhone. Мы сейчас посмотрим рейтинг. Давайте подождем, пока подгрузится. Вот наше устройство в рейтинге на 13-м месте. Среди Android смартфонов. Тут еще не подгрузился. Вот сейчас подгружается наше устройство iPhone 8 на 9-м месте. Среди других устройств Apple. Тут считается и планшеты тоже. Вот. Переходим теперь к следующему тесту. Это тест браузера. Посмотрим, насколько быстро загружают странички в интернете эти устройства. Браузер Chrome у Xiaomi и браузер Safari у iPhone 8. Открыли браузеры. И перейдем на сайт Mi.com. Загружается в сайт. Что-то долго загружается. Давайте попробуем на другой сайт, на Apple. Apple.com. Переходим на сайт Apple.com. И видели, что Mi тоже подгрузился на iPhone. Давайте для начала посмотрим на сайт Apple. По этой вот ссылке переходим одновременно. Примерно одновременно загружают устройство. Возвращаем назад. По этой ссылке. Ну, может чуточку iPhone 8 быстрее. Тут одновременно. Назад возвращает восьмерка быстрее. iPhone 8. В этот раз Xiaomi загрузил быстрее. Но, я так понимаю, без анимации. Да, iPhone с анимацией подгрузил. Вот еще раз попытка номер 2. Mi.com. Пробуем. Вот, подгрузился сайт Mi. iPhone загрузил его быстрее. Давайте по вот этой вот ссылке перейдем сюда. Xiaomi был быстрее. Возвращаем назад. Назад возвращает iPhone моментально. Xiaomi чуть-чуть думает. Но, мы видим, что на этом сайте быстрее работает. Xiaomi быстрее загружает странички. Да. И еще на сайте Samsung посмотрим. Samsung.com. Поехали. Сейчас, секундочку. И смотрим по вот этой вот ссылке. Все, Xiaomi был быстрее. Возвращаем назад. И сюда. Снова, Xiaomi быстрее. В общем, на сайте Apple они работали примерно одинаково. Может, с чуть-чуть преимуществом iPhone 8. Но на других сайтах видим, что Xiaomi работает быстрее. Окей. Также стоит учитывать то, что у Xiaomi больше дисплей. На таком дисплее удобнее браузить, чем на дисплее iPhone. Но, возможно, некоторым будет нравиться и меньшее дисплее iPhone. Также на большем дисплее Xiaomi удобнее просмотр фильмов, сериалов, YouTube. Как по мне. Переходим в следующий тест. Это игровой тест. Тяжелая игрушка в PUBG Mobile. Увидите уже сам игровой процесс. Загрузку я пропущу. Вот, загрузилась игра. Что ж, смотрим, как она работает для начала на Xiaomi. Самый высокий уровень графики тут стоит. Отличная детализация. И все работает очень плавно. Без каких-либо проблем. Отличный геймплей. Теперь смотрим на восьмерке на iPhone 8. Тут тоже на самом высоком уровне графика. И работает все так же плавно. В общем, что там, что там, игра работает примерно одинаково. На самой лучшей графике с самой лучшей плавностью. В общем, отлично. Если в такой тяжелой игрушке нет разницы, то в всех основных тяжелых игрушках разницы не будет. Но будут игры, где оптимизация для iPhone будет лучше. Некоторые игрушки будут находиться, на которых iPhone будет работать лучше, чем на Xiaomi. Но все основные тяжелые игрушки, типа популярные GTA San Andreas и PUBG Mobile, будут работать одинаково на этих устройствах. Теперь поговорим о камере. Камера iPhone 12 мегапикселей. Основная фронтальная камера 7 мегапикселей. Вот у Xiaomi основная камера двойная. Основная камера двойная 12 плюс 12 мегапикселей. Фронтальная камера устройства 20 мегапикселей. И теперь я покажу вам прямые снимков на основные камеры этих устройств в сравнении. Сможете сейчас их увидеть и оценить. Что касается безопасности, тут получше вариативность у Xiaomi Mi 8 Pro. Мы его можем защитить с помощью сканера отпечатков пальцев, который у него есть. Он встроен в дисплее. И с помощью функции разблокировки лица iPhone 8 мы можем защитить только с помощью датчика отпечатков пальцев, который находится вот здесь. Вот. По жизни батарейки. Тут преимущество iPhone. Он работает примерно на 10% дольше, чем в Xiaomi. У iPhone хороший показатель автономности. Это 8 часов примерно. 8 плюс-минус. В то время как Xiaomi показывает где-то 7-7,5 часов автономной работы при одинаковой нагрузке. Так что того, что этого устройства хватает примерно на день. Но если вот прям сравнивать, то iPhone проработает где-то на 10% дольше. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.